Продолжение следует... 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 Ещё был такой случай. Перед днём рождения у тетнина я ей покупала в подарок домашний телефонный аппарат. И пошла в магазин, чтобы его купить. Вот я достала кошелёк, чтобы расплатиться. И тут смотрю, продавщица смотрит куда-то не на меня, а куда-то назад, сзади меня. Я поворачиваюсь, стоит впритык ко мне молодой парень. Я подумала, что кошелёк у меня с деньгами в руках, что он там ещё может сонки взять. А он у меня украл мобильный телефон. Телефон был простенький, не особый. Но он у меня его выкрал. Это была память моей матери. Рядом стоял мужчина, смотрел на нас, кто-то сконтролировал исполнение этой кражи. Делается мне разный воздух, который не существует в природе. Это вонючий, холодный ветвь, раздирающий, кислый. Я знаю, что данный вид воздуха воздействует на какой-то орган или систему организма. Холодный воздух гонится в уши, на свиристый рот, в нос. Никому-то я нахожусь не дома, не в отапливаемой квартире, а на улице, на морозе. Ночью очень часто чувствую какой-либо вонючий воздух. И приходится туда спать, накрывшись лицом полотенцем. Пробовала я убирать полотенце с лица. Но вонь, когда накрываю лицо полотенцем, они усиливают. И тогда совсем невозможно дышать. Когда я вставала с постели, упадила, чтобы отдышаться на кухне или ходила по квартире. Обычно вонючий воздух ночью делают в районе кровати. Когда я ложусь снова, могут опять сделать эту вонь. Тогда приходится опять накрывать полотенцем и так вот высыпать. Действовали нам светильные ноги и на печень. Было ощущение горечи во рту и желтели лица не один раз. В протяжении лет меня вливают потом и в тёплую, и в холодную погоду. Даже зимой в сильные морозы. Вливают потом с головы до ног. Это обливание и вливание потом может длиться часами. То есть, например, сколько длится моя поездка куда-то или прогулка. Усиленное обливание также потом делается тогда, когда я покрашу волосы или поменяю постельное бельё. Выбивает пот и дома, и днём, и ночью, в разное время. И на разной подлительности времени. Один раз тётя Нина уже ложилась спать, и вдруг у неё пот потёк ручьями. Она мне позвонила, испугалась, позвонила мне и сказала, «Ирина, я, наверное, умираю, вызови мне скорую». Я её вызвала скорую. А обливание потом у неё прекратилось до того, как приехала скорая. И врач констатировал только повышенное давление. Очень часто меня она зацикливает на чём-либо. Рассеивает внимание. Делаю дистанционно. Тремор рук, онемение кистей рук. Делаются отёки ног. Отёки ног делаются так. Сначала делается установка. Допустим, пробегают мурашки сначала в том месте, где будут отёки. Это может быть около ступней ближе, или от колена, ниже до самых ступней. И тогда отёки появляются через несколько часов после этой установки. Но также могут делать и другую установку. Допустим, покалывание ниже колена. И тогда отёки появляются моментально. Ноги становятся дубовыми. Ничем эти отёки не снять. Пробу мазили. Делать массаж. Массажёры. Но ничем эти отёки не снимаются. Проходят они сами по себе. Также могут вызвать дистанционно-искусственный кашель, насморк. Делаются также боли в горле. Которые могут не проходить месяц по полтора. Это кашель и боль в горле. Какие бы таблетки я бы не пила. Полоски не применял, какие-либо полосками. Эта боль не проходит. Могут искусственно повысить температуру тела. Поднимали мне до 39 градусов. А потом вечером её уже не было. Делали раздирающие боли вверху ног. Один раз такая пытка раздирания этих болей. Раздирание ног. Продолжалось около 8 часов. Я пила биболи утоляющие таблетки. Но боли ещё больше усиливали. И заканчиваются эти боли сразу, как будто ничего не было. Так же могут слёзы течь сами по себе. Без каких-нибудь на то причин. Один раз я в вагоне метро уехала. И потекли у меня слёзы. И эти слёзы текли где-то минут 5. Эмоции мимикой лица часто не совпадают с внутренним состоянием. Это растянутая улыбка. Или какие-то искусственные эмоции. Жестоко издеваются над половыми органами. Били по нему дистанционно. Делали сильные раздирающие боли внизу живота. Тут какие-то вибрации ощущала. Иногда было такое впечатление, как будто внизу живота стучит дятел. Как будто сидит там и стучит. Вот такая шла вибрация. Часто на протяжении лет натягивают вены. Делают боли в ногах, в суставах ног. Делают такие боли, что даже иногда невозможно идти. Мама нам не верила, что с нами такое происходит. Что с нами так и сделается. Но она сама жаловалась на боли в пояснице, в суставах. Ей усиливали обоняние. То есть усиление разных запахов в квартире. И поднимали ей давление. У нее было свое пониженное давление. А здесь ей поднимали давление. Она вскоре стала терять память. И мы ее положили в 15-ю городскую больницу. Но там врачи ничем не смогли помочь. Не могли никак ей поставить диагноз. Они сказали, что идет очень быстрое разложение личности. И она умерла как раз при 8 марта. До нескольких дней до 8 марта. Ей было 66 лет. Телефон в квартире и также мобильные телефоны. Все прослушиваются. Слышен шипение. Иногда ехал в телефоне. Один раз после разговора я не положила трубку на домашнее телефона. Не положила. И тогда стало слышно. Того, кто слушает нас. Он мне начал кричать в трубку. Положить трубку, которая вызвала милицию или психушку. Потом звонил кому-то. Жаловался на меня. И говорил, что ему сейчас должны звонить. Потом стали эти частые губки срывать, чтобы я ничего не слышала. Делается также дистанционное движение. Отдельных участков тела. Это поясницы, ног, позвоночника, спины. Но также могут сжечь и всё тело. Идёт разогрев очень сильное тело. Делали это не один раз. Один раз это продолжалось где-то часов 6. У меня было такое ощущение, что у меня горят волосы на голове. Я не знала, что мне делать. Ала Яковлевна Петухова, председатель Московского комитета экологии и жилища, советовала заматываться в мокрую простыню при таких издевательствах. Но так как была осень, и ещё квартира не отапливалась, и потом ещё зимой делали, то я просто мочила водой руки, ноги. Вода, правда, моментально на руках высыхала. Мочила волосы на голове. Чтоб не было такого сильного ржения. При сильном ржении, который продолжал 6 часов, я померила температуру тела. Оказалось, температура тела была 36,1. В последнее время, вот в январе, мне сделали ожог позвоночника. Жгли одно место на позвоночнике трое суток с перерывами. И образовался ожог диаметром где-то 5 сантиметров. Этот ожог был очень сильный. Были очень сильные боли. Невозможно было ни лежать, ни сидеть. И так как тётя Нина помогала мне всё время, то её взяли тоже в жёсткую обработку. Когда она один раз поехала домой, её прижимали легковым автомобилем кустам. Она вперёд, машина вперёд. Она назад, машина назад. Она тогда пролезла через кусты и побежала к саму подъезду. Ей делали боли в тазобедренных суток. Поднимали пальцы ног ей так, что и приходилось кричать от боли. В верхнюю часть ног сжимают ей тисками. Делали ещё такое издевательство. Ей как бы на ногу ставится тяжёлый груз. При этом невозможно совсем идти. Судороги её делают часто, особенно ночью. Чтобы она делали так, чтобы она вскакивала с постели. Ей тогда приходится кричать. Потом ей боли снимают. Даже один раз ей делали так, что пальцы ног свёртывали в клубок. У меня есть такая фотография тюрь Нины. Вот после психотронной обработки у неё стали на одной руке пальцы складываться так, что она не может их потом разогнуть. И разливает она пальцами их в другой руке. Вы видите, все эти воздействия и судороги ей делают и до сих пор. Многие издевательства, боли продолжаются и на улице. А также, когда уезжаешь на дачу. То есть не влияет от того, где ты находишься. При разговоре по сотому телефону делали несколько раз так, что, как бы усиливали воздействие, долбили импульсом по сердечно-сосудистой системе. При этом сразу же поднималось давление и шла дрожь по всему телу. То есть можно усиливать сигнал при разговоре по сотому телефону и воздействовать на человека. Дистанционно-психотронное воздействие также осуществляется, когда сижу у компьютера. Это вонючий воздух. Также быстро могут поднять давление. Делают боли в пояснице. Нажимали голову в тиски. Главное, делают боли в голове такие, что как будто раздирается, все раздирают внутри головы. Тетя Нина в 2011 году написала заявление на имя президента Российской Федерации, тогда Медведева Нифрия Анатольевича, по поводу психофизического террора в отношении ее и моей семьи. Но ее заявление было спущено до участкового. Участковый попросил тетю Нину прийти и дать объяснение по поводу заявления. Она сказала, что в заявлении все написано, она не пойдет к нему. Тогда участковый передал ее заявление вместе со своим рапортом в психиатру ПНД. Психиатр пригласил ее на обследование, но не пошла. Тогда психиатр направил ее заявление вместе со своим заключением, то есть заочно ей поставил диагноз, в районный суд. Заочно были проведены два судебных заседания в районном суде. А с разницей в шесть дней повестки на суды тетю Нина не получала. Тетя Нина получила, значит, повестку на суд, тетя Нина получила повестку только на третье судебное заседание. И представителем ее на этом суде и на еще последующих четырех судах была председатель Московского комитета экологии жилища Петухова Алла Яковлевна. Она посоветовала Тетя Нина не ходить на это, на судебное заседание. И, в общем-то, правильно. Тетя Нина бы забрали психовку прямо с этого суда. Была подана конституционная жалоба в Московский городской суд. И было проведено еще четыре судебных заседания, чтобы тетя Нина не забрали психовку. В дворе 2011 года я купила бытовой дозиметр радокс и также детектор электромагнитных излучений. Делала им замеры в своей квартире. Сначала очень сильное электромагнитное излучение шло от пола. Это вот тут, вообще скажу вам, вот идет, шло было и 3 мегаусса, и 6 мегауссов, и 10 мегауссов. Вот это 10 мегауссов, которые уже излучение уже опасно для человека. Это от пола. Это от пола излучения, оно распространялось и выше по квартире, то есть по объему квартиры. Вот. Наиболее такой до 3 мегауссов на высоту где-то 1,8 метра и до 1 мегаусса вплоть до потолка. Так, по дозиметрическим показателям были завышены дозиметрические показатели. Это были от 0,48 мкз в час, 0,40 мкз в час, 0,32 мкз в час, 0,36 мкз в час. Вот. 0,40 мкз в час. То мерило РКСАБ-104 другим дозиметром, это 0,24 мкз в час. Потом был сделан экран из листов фольги под кровать, положенный на основу и заземленный на розетку. После этого, как и в начале издевательств, также стали мигать и перегорать лампочки. И уже тогда излучение сильное шло уже не от пола, от пола где-то в районе 1 мегаусса, фиксировалось, около пола. А шло сильное излучение уже от стены, около которой стояла кровать. И излучение также шло 3, 6, даже 10 мегауссов. И также распространение теперь уже от стены по всей комнате, по всему объему комнаты. И выходило даже излучение вплоть на балкон. То есть изменилось облучение в квартире. Изменили. Изменили как бы источник облучения в квартире. Если я, допустим, захожу в маленькую комнату, где я не нахожусь в этот момент, я захожу туда, то тогда электромагнитное излучение увеличивается. Когда я делала замеры электромагнитного излучения в квартире, то даже фиксировалось электромагнитное излучение до 3 мегауссов на балконе. И при этом даже стиранное белье на балконе, оно потом, когда высохнет, воняет от этой вонючей электролизации. Этот запах не проходит ни от 3 или 4. Также может даже наэлектролизоваться этой воню и вода в кружке. Ее приходится выливать, потому что пить ее невозможно. Четверо дополнение в статью 6 федерального закона оборуживания. Обзор 7 пункта 1 статьи 6 федерального закона об оружии после слов биологических факторов дополнит словами оружие и иных предметов, поражающие действия которых основаны использованием электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового и ультразвукового излучения и которые имеют выходные параметры, превышающие величину, установленные государственными стандартами Российской Федерации и соответствующие нормам федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения, а также указанных оружием и предметов, произведенных за пределами территории Российской Федерации. На этом не исполняется. Изъявление жалобы людей по поводу психотронного террора складируются или людей направляют в сепушки. Опыты и эксперименты над людьми проводят для модернизации психофизического, психотронного оружия. Также кто-то пишет диссертации. И людям создают искусственные болезни, чтобы искупалась, возможно, дорогая фармацевтическая продукция или чтобы побыстрее людей отправлять на тот свет, чтобы они освобождали квартиры. Хотя вот зная из рассказов людей, подвергающихся психотронному террору, что люди отписывают свои квартиры своим родственникам. В общем-то, одинокие люди. И ничего не прекращается. Люди как издевались, так и издеваются. В общем, психотеронный террор не рассматривается, не признается как вид преступления, и поэтому остается безнаказанным.